Уважаемые участники вебинара, добрый день. Наш вебинар посвящен работе Федеральной государственной информационной системы по обращению с отходами первых и вторых классов опасности в ГИС ОПВК. Федеральный оператор с 1 марта 2022 года начал осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов первых и вторых классов опасности на всей территории Российской Федерации. Федеральный оператор вправе осуществлять указанную деятельность самостоятельно или с привлечением операторов. В целях реализации принципа одного окна и для эффективной работы была создана удобная цифровая платформа в ГИС ОПВК, где все участники имеют возможность заключать договоры, подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального времени и оперативно обмениваться электронными документами. Также в ГИС ОПВК объединил отходы образователей, операторов по переработке и транспортированию отходов, федерального оператора и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Согласно федеральному закону номер 89 для организации существует два сценария работы в системе в ГИС ОПВК. Первый сценарий для организации, которые в процессе своей деятельности образуют отходы первых и вторых классов опасности, но не имеющих своей мощности по обращению с отходами. Такие организации регистрируются в ГИС ОПВК с ролью отходообразователей, заключая договор на оказание услуг с федеральным оператором. Второй сценарий для организаций, которые в процессе своей деятельности образуют отходы первых и вторых классов опасности, имеющих свои мощности по обращению с отходами. Такие организации регистрируются в ГИС ОПВК двумя ролями – отходообразователь и оператор по переработке. Деятельность федерального оператора, согласно закону 89, осуществляется по тарифам. Тарифы установлены Федеральной антимонопольной службой РФ и утверждены приказом ФАС от 18 марта 2022 года номер 220-22 на период до конца 2026 года. На цифровую платформу в ГИСУ ПВК можно попасть двумя путями. Через браузер Яндекса, введя в поисковое окно в ГИСУ ПВК, первый из ссылок переведет вас на стартовую страницу системы. Как раз таки на данной стартовой странице системы мы сейчас и находимся. И второй путь это через сайт Федерального экологического оператора. Мы сейчас на ней тоже, вы ее видите на своих экранах. В верхнем правом углу представлен синий прямоугольник. Нажав на него в ГИСУ ПВК вы сможете перейти также на стартовую страницу цифровой платформы. На сайте Федерального экологического оператора в разделе «Деятельность» в ГИСУ ПВК и Федеральная схема можно найти нормативно-правовую базу, ответы на часто задаваемые вопросы, которые у нас с определенной периодичностью актуализируются, документы, необходимые для заключения договора с Федеральным экологическим оператором. Если каких-либо необходимых документов вы не найдете в данном разделе, то запрос направляете официальным письмом на почту info.sobaka.rosfeo.ru. В разделе «Операторам по обращению с УПВК» найдете методические указания по транспортированию, инструкции по формированию и заполнению транспортной накладной, а также порядок возврата многооборотной тары. Иные полезные материалы вы можете найти по ссылкам. На стартовой странице в УПВК в нижнем левом углу вы видите контакты службы технической поддержки, почта и телефон, круглосуточная служба технической поддержки. Также для вашего удобства с 10 октября 2022 года заработал единый контакт-центр. Здесь вы также можете увидеть контакты круглосуточной службы технической поддержки и контакты сотрудника федерального экологического оператора. Единый контакт-центр ВГИС УПВК работает с 9 до 6 с понедельника по пятницу. Телефонную почту, пожалуйста, вы можете увидеть на экране. Основным документом для работы во ВГИС УПВК является руководство пользователя. Для того, чтобы зарегистрироваться во ВГИС УПВК и работать в дальнейшем, каждому сотруднику организации, который будет являться представителем организации ВГИС УПВК, необходимо иметь учетную запись на госуслугах, а также сама организация либо индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы на госуслугах. На стартовой странице системы, где мы сейчас находимся, мы видим виде инструкции для отхода образователя, виде инструкции для оператора по переработке, виде инструкции для оператора по транспортированию. Также хочу отметить, то, что помимо того, что каждый сотрудник и организация должны быть зарегистрированы на госуслугах, они должны быть добавлены в группу доступа. Инструкция, как это сделать, как прописать право доступа сотруднику, приложена в данном файле. Вторая ссылка сверху. Для того, чтобы работать во ВГИС УПВК и представлять интересы своей организации, необходимо подтвердить свои полномочия. Если от вашей организации во ВГИС УПВК заходит генеральный директор, директор, либо иное полномоченное лицо, то необходимо прикладывать устав, либо иной учредительный документ. Если же работает рядовой сотрудник, то необходимо оформить образец доверенности с соответствующими полномочиями. Рекомендуемый образец доверенности мы только что открыли. Вы его можете увидеть также на стартовой странице программы. В приложении номер один приведены полномочия. На каждого сотрудника, ну, как я уже и сказала, за исключением сотрудников, которые действуют на основании устава, либо иных учредительных документов, вы прописываете полномочия для каждого сотрудника. Далее. Для того, чтобы начать работу во ВГИС УПВК, как мы уже и сказали, с тремя ролями у нас работают организации. Первая роль – это отходообразователь. Вторая роль – это оператор по транспортированию. И третья роль – это оператор по переработке. Вам необходимо согласиться с условиями использования и нажать кнопку «Авторизация через госуслуги». После этого вы перейдете в личный кабинет. Демонстрацию с внешней ролью мы будем осуществлять через тестовую среду. В ней имеются определенные ограничения, но порядок отработки технических и иных этапов мы можем получить. После того, как пользователь авторизуется через ЕСЕ, он попадает в личный кабинет в ГИС АПВК в соответствии с внешней ролью, которая ему была присвоена администратором ЕСЕ или юридическим лицом, от имени которого он выступает. Еще раз повторяю, вы заходите как отходообразователь, как оператор по переработке или как оператор по транспортированию. Прописываете пользовательскую роль. В данном случае у нас отходообразователь. Далее указываете должность и фамилия имя пользователя в родительном потеже. Полностью фамилия, имя, отчество. Далее на основании устава доверенности указываете, какие полномочия. Этот документ вы прикрепляете. Все требования вы можете увидеть внизу поля подсказки интерфейса. Далее указываете дату и номер. Внизу в правом углу сохраняете и отправляете в систему. Далее раздел «Мои документы». Здесь вы видите все реквизиты вашей организации. Раздел «Мои данные». С данными о юридическом лице вы можете ознакомиться в этом разделе. Система в ГИС ОПВК имеет сквозные интеграционные механизмы с ЕСЕА и налог 3. Исходя из этих интеграционных взаимодействий у нас происходит автоматическое заполнение и подтягиваются все платежные реквизиты юридического лица. Сохраняете, проверяете, отправляете в систему. Следующий шаг «Мои места накопления». Так как мы работаем в тестовой среде, мы будем показывать свою демонстрацию в статусе «Уже принято». Для того, чтобы добавить «Мое место накопления», заявку на включение, вы плюсом нажимаете и добавляете заявку на включение «Место накопления». Итак, заполнение заявки на включение «Место накопления». Здесь основными блоками для заполнения формы создания нового места накопления являются расположение на карте. Указывая на карту, нажимаете кнопку, вы увидите широту, долготу, указываете адрес, полностью прописываете. Далее наименование места накопления. Далее вместимость для накопления первого, второго класса опасности. Далее вместимость для накопления первого, второго класса опасности, если в текучее состояние жидкое в кубических метрах указываете. После этого прописываете сведения о собственности, указываете товарищество. Здесь тоже все с помощью выпадающего списка указываете аренда, либо товарищество прописываете. Далее указываете муниципальное образование по коду ОКТМО. Затем указываете ограничения на объекте, указываете по транспортным средствам, длина, ширина, высота, нагрузка на ось, общая масса. В разделе дополнительные ограничения вы указываете, к примеру, если вы являетесь закрытым административным территориальным образованием, дату прописываете, условия въезда, сроки оформления разрешений на въезд на территорию заказчика и контактные данные лица, кому можно обратиться за оформлением пропуска. Далее указываете информацию об объекте негативного воздействия на окружающую среду. Является ли место накопления объектом негативного воздействия при необходимости или не является. Для первой и второй категории вы указываете обязательные для заполнения графы установленные нормативы и лимиты. Прописываете документы, устанавливающие нормативы и лимиты. Тип документа, номер документа, если отсутствует, прописываете БН и дату документа. Для третьей и четверти. Паспорт подкрепляется в PDF-ном формате. На сегодняшний день существует два действующих типовых формы. Это приложение 2 к приказу Минприроды России от 08.12.2020, номер 1026. И постановление правительства 712 от 16 августа 2013 года. Во втором случае здесь подкрепляется и лицевая, и оборотная сторона. Далее указываете режим доступа на объект. Далее указываете время, когда работает ваша организация рабочая, указываете дату, время. Далее указываете контакты. Обязательно прописываете e-mail, телефон, добавочный номер и фамилия, имя, отчество полностью. Далее отправляете на рассмотрение федеральному экологическому оператору. Ваша заявка переходит в статус на рассмотрение. После того, как оператор просматривает вашу заявку, он либо ее принимает, либо отклоняет. В случае отклонения оператор обязательно прописывает замечания, которые вы можете увидеть в правой стороне. Вот здесь вы можете увидеть комментарии. Вы исправляете комментарии и после этого вновь отправляете федеральному оператору на рассмотрение. Регламент рассмотрения заявки 3 рабочих дня, согласно постановлению правительства 1346, но по факту это 1-2 рабочих дня. Также хотелось бы отметить, что в принятое место накопления можно внести изменения. Для этого вам необходимо нажать на кнопку «Внести изменения». Графы станут активными, вы вносите изменения, потом вы подписываете место накопления с помощью УКФ. В окошке при подписании указывается комментарий. Причина изменения места накопления уходит на рассмотрение федеральному оператору. После того, как оно будет согласовано и статус изменится на «Принято», можно переходить на следующий этап. Следующий раздел. Журнал образования ОПВК. Согласно постановлению 1346 от 24 октября 2019 года, поставщики информации, отходообразователи, они представляют для включения в систему информацию в течение 10 рабочих дней со дня изменения информации. Хотелось бы отметить, что в данном разделе отражаются те отходы, которые образовались в организации по факту образования. То есть с помощью плюсов вы также добавляете новый отчет. Мы будем показывать в тестовой среде в статусе «Принято». Итак, отчет об образовании ОПВК. Здесь вы указываете дату операции с отходами, указываете место накопления с помощью выпадающего списка. Далее вид отходов. Массу нета прописываете. Или объем в кубических метрах, если у вас текучее и жидкое состояние ваших отходов. Далее. Документ, в котором зафиксирована операция. Здесь вы указываете ваш локальный документ. Это может быть журнал учета отходов или журнал движения отходов. Либо иной документ, в котором зафиксирована операция. И который организация ведет в соответствии с приказом Минприроды России номер 1028 от 8 декабря 2020 года. Указываете номер документа и дату документа. Если отсутствует, прописываете БМ. Далее. Указываете сведения об упаковке отходов. В этой графе указываете наименование. К примеру, картонная упаковка для ртутных ламп. Поддон для аккумуляторов. И количество. Прописываете. Далее. Вы подписываете запись в журнале электронной подписью с помощью УКЭП. И запись автоматически переходит в статус принято. Следующий раздел. Мои договоры. Договор можно заключить как на одно принятое место накопления, так и на несколько принятых мест накоплений. Мы добавляем с помощью ПЛЮСа новый договор. И будем прописывать период действия договора. Мы здесь в системе в статусе действующем. Будем демонстрацию осуществлять. То есть период действия договора здесь указываете. Либо 22-й год, либо 23-й год. Рекомендуем сейчас заключать на 2023 год договор. Он будет действовать до 31 декабря 23-го года включительно. Пролонгация договора не предусмотрена. Далее здесь вы указываете стоимость, да, для оказания услуг. Прописываете место накопления также с помощью выпадающего списка. Указываете виды отходов и сохраняете в правом нижнем углу. Здесь вы можете просмотреть печатную форму договора. Если у вашей организации, кстати, есть филиальная структура, да, вот здесь как раз, когда вы будете заключать договор, да, оформлять договор, вы можете изменить реквизиты. Если в частности это филиал, да, либо обособленное подразделение юридического лица. Можете изменить платежные реквизиты. Так, и при этом в преамбуле договора будет стоять головная организация, а в реквизитах уже филиал. Цена договора, она формируется с помощью, вот объем вы указали, умноженный на тариф. Тарифы утверждены приказом Федеральной антимонопольной службы номер 220-22 от 18 марта 2022 года. О приказе мы уже упоминали в начале нашего вебинара. Срок подписания договора около 10 рабочих дней. Также хотелось бы обратить внимание, что подача заявок на вывоз отходов, она предусмотрена только при наличии действующих договоров между федеральным оператором и отходообразователем. Договор должен находиться в статусе действующей и гореть зеленым цветом. Предельная стоимость услуги отражается в печатной форме. Печатную форму здесь вы можете просмотреть. Ее можно скачать в подписанный договор с визуализацией подписей, сторон по договору. Можно скачать доверенности в ZIP-архиве. И вот здесь можно скачать сертификаты на подписание, что электронные подписи обоих уполномоченных лиц. Вы можете здесь скачать. Также обращаю ваше внимание, что авансовая предоплата в размере 30% она оплачивается по заявке на вывоз отходов. В назначении платежа вы указываете номер заявки согласно пункту 4 договора. Если период договора до конца 2022 года и вы подали заявку на вывоз отхода и сделали по ней предоплату в 2022 году, но период вывоза уходит на месяц 2023 года, то такая заявка будет исполнена в 2023 году по старому договору 2022 года. После закрытия данной заявки на вывоз договор прекратит свое действие. На новые места накопления мы заключаем новый договор. Если договор заключен, к примеру, на 100 тонн аккумуляторов, но в процессе календарного года выяснилось, что у него образовалось больше отходов и передавать федеральному оператору вы намерены, к примеру, 120 тонн отходов, то на эти 20 тонн отходов нужно заключать новый договор. Если же договор на 100 тонн отходов заключен, но передать федеральному оператору вы хотите 80 тонн, к примеру, то вы работаете в рамках уже заключенного договора. Следующий раздел у нас доп. соглашения. Доп. соглашения оформляются в случае, если у поставщика и у заказчика есть какие-то разногласия, то вы также с помощью плюса добавляете в доп. соглашение и прописываете все замечания, разногласия и оформляете дополнительным соглашением. Следующий этап – «Мои заявки». Заявка на вывоз отходов подается не менее чем за 30 календарных дней до начала срока оказания услуг по обращению с отходами первого и второго класса опасности. Федеральный оператор согласовывает заявку в течение 10 рабочих дней с датой ее направления. Итак, когда открывается заявка на обращение с отходами, мы подводим курсор, да, и с помощью выпадающего списка выбираем договор с отходообразователем, который находится в статусе действующей. Далее, с помощью выпадающего списка выбираем место накопления, выбираем желаемые даты вывоза «С» и желаемые даты вывоза «По». Интерфейс внизу поля вам подскажет желаемые даты вывоза, период действия, период. Далее, информация о передаваемых отходах. Здесь вы указываете суммарную массу нетта, суммарную массу брута, указываете количество грузовых мест, да, и прописываете грузовое место. Далее, вот, также увидите, что скан паспорта отходов подкрепился, также вы указываете, вы подтягиваете, можете подтянуть фотографию, да, уже отмечаю, что здесь упакованы отходы. После этого указываете возврат тары, требуется или не требуется. По поводу возврата тары. При формировании заявки на обращение с отходами, вот, необходимо выбрать, нужен возврат тары или не нужен. Возврат тары при необходимости, по желанию заказчика, осуществляется за счет заказчика. Тарифы на возврат тары отсутствуют и не учтены в стоимости оказания услуг федерального оператора. Возврат тары федеральным операторам, если такая тара является многооборотной, осуществляется в случае, если договором об оказании услуг предусмотрен вывоз УПВК с территории отходообразователя не реже два раза в год. При этом возврат тары осуществляется, ой, два раза в месяц, извините, при этом возврат тары осуществляется при осуществлении рейса за следующей партией отходов. Отдельным рейсом возврат тары не осуществляется. В иных случаях возврат тары, если такая тара является многооборотной, осуществляется отходообразователем самостоятельно либо с привлечением оператора по транспортированию по отдельно заключенному договору. Стоимость услуг и условия возврата определяются сторонами в заключаемом договоре. Срок, когда тара будет доступна к возврату и организацию выдачи тары, можно будет уточнить и согласовать у исполнителя также после его определения. В целях экономии средств целесообразно упаковывать отходы таким образом, чтобы возврат тары не требовался. Данная рекомендация особенно актуальна для таких наиболее распространенных видов отходов, как лампы ртутные, аккумуляторные батареи и тому подобное. В личном кабинете в ГИСА ПВК при формировании заявки в поле возврат тары указывается возврат тары не требуется. Следующий блок – грузовые места. Здесь вы прописываете, какое у вас грузовое место, указываете массу отходов, массу брута, объем. Хотелось бы обратить внимание, что является грузовым местом. Это одна единица груза, которая предназначена для транспортировки. Это коробка, ящик, палет, мешок, бочка или любой другой отдельный предмет. Вы можете уложить ваши коробки штабелями, обернуть стретчем или любым другим упаковочным материалом. Это будет являться одним грузовым местом. Длину, ширину и объем необходимо брать с данного грузового места. При этом в графе «Количество единиц тары» штук указать, какое количество коробок в данном грузовом месте. В графе «Способ упаковки» необходимо прописать, какая упаковка была использована. Например, картонные коробки. Тип тары можно выбрать иное. В примечании возможно прописать информацию согласно вашему грузовому месту. Например, коробки картонные в количестве 4 штуки, уложенные штабелями, ровно расположенные ряд чего-либо. Если вы планируете сдавать отходы покоробочно, то необходимо указывать каждую коробку как отдельное грузовое место, заполняя все необходимые графы. Тип тары можно выбрать иное, указав в графах «Количество тары». Штук один – способ упаковки в картонные коробки. Далее, блок «Сведения об отнесении к опасному грузу и его таре и упаковке». Блок «Опасный, не опасный груз». Здесь вы прописываете, является ваш груз опасным или не является. Согласно паспорту отходов. Здесь вы указываете обязательно, если ваш груз не является опасным, номер ООН, надлежащее отгрузочное номинование и группа упаковки вещества в обязательном порядке. Сведения в соответствии упаковке регламента и паспорт безопасной химической продукции при их наличии. Если выбирается категория, является не опасным, при этом разделе «Сведения об отнесении к опасному грузу и его таре» в поле обоснования вам необходимо изложить детальное обоснование о классификации отходов, как не опасный груз. Например, перевозимые вещества и изделия не входят в перечень опасных веществ и изделий согласно ДОПОК. Для ртутных ламп, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года, номер 2314, каждая лампа должна быть упакована индивидуально. Возможно использование заводской упаковки и дополнительно к транспортной упаковке возможно использование картонных коробок. Ртутные лампы, указанные в перечне опасных грузов, приведенные в главе 3.2 ДОПОК, являются опасными грузами при их перевозке автомобильным транспортом. Однако, при соблюдении определенных условий перевозка указанных грузов может полностью или частично освобождаться от необходимости соблюдения требований ДОПОК. Так, например, в перевозке ртутных ламп могут применяться освобождения, связанные с перевозкой ламп, содержащих опасный груз, смотреть под раздел 1.1.3.10 ДОПОК. Ртутсодержащие лампы не относятся к опасным грузам, если используются. Внутренняя упаковка, бумага, тонкий картон, индивидуальная заводская тара из гофрокартона предназначаются для защиты отработанных ртутсодержащих ламп от механических повреждений при случайном контакте друг с другом. Защита отработанных ртутсодержащих ламп внутренняя упаковка осуществляется на стадии образования и сбора отхода немедленно при замене перегоревших ламп в светильниках. Транспортная тара. Фанерные, картонные коробки, ящики предназначены для защиты отработанных ртутсодержащих ламп от внешних воздействий и механических повреждений, а также для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хранения. Допускается применение сухих неповрежденных картонных коробок из-под новых ламп. Максимальный вес картонных фанерных контейнеров при заполнении не должен превышать 15 кг, металлических контейнеров – 30 кг. Аккумуляторные батареи в перечне опасных грузов приведены в позициях под номерами ООН 2794, 2795, 2800, 3028, класс 8. К ним применяется инструкция по упаковке P801, согласно которой при условии соблюдения положения изложенных пунктов 4.1.1.1 и 4.1.1.2 и 4.1.1.6 и разделить 4.1.3 до бок. Разрешается использовать следующую тару. Первое. Жесткую наружную тару, деревянные обрешетки или подоны. Кроме того, должны выполняться следующие условия. При штабилировании батарей штабель должен состоять из ярусов, разделенных слоем электронепроводящего материала. Второе. Контактные клеммы батарей не должны подвергаться воздействию массы других элементов, расположенных сверху. Третье. Батареи должны быть упакованы или закреплены во избежание их самопроизвольного перемещения. Четвертое. Батареи не должны течь при нормальных условиях перевозки или должны быть приняты соответствующие меры для предотвращения протечки электролита из упаковки. Например, индивидуальная упаковка батарей или использование других эффективных методов. И последнее. Батареи должны быть защищены от короткого замыкания. Второе. Для перевозки отработавших батареи могут также использоваться ящики из нержавеющей стали или пластмассы. Кроме того, должны выполняться следующие условия. Первое. Ящики должны быть стойкими к воздействию электролита, содержащегося в батареях. Второе. Ящики не должны заполняться на высоту, превышающую высоту их боковых стенок. Третье. Снаружи ящиков не должно быть подтеков электролита, содержащегося в батареях. Четвертое. При нормальных условиях перевозки электролит не должен вытекать из ящиков. Пятое. Должны быть приняты меры с целью не допустить утечку содержимого из заполненных ящиков. Шестое. Должны быть приняты меры для предотвращения короткого замыкания, например, разрядка батарей, индивидуальная защита клеем, батарей и т.д. В соответствии с требованиями специального положения 598 главы 3.3 до ПОГУ, требования данного соглашения не распространяются на перевозку отработавших аккумуляторов и батарей, если первое, их корпуса не повреждены, второе, они закреплены способом, препятствующим утечке их содержимого, а также их скольжению, падению или повреждению, например, путем штабилирования на поддонах, третье, на их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность следов щелочей или кислот, четвертое, они защищены от короткого замыкания, таким образом, неповрежденные АКБ не являются опасным грузом при обеспечении целостности при перевозке, в поле сведения об отнесении к опасному грузу и его таре необходимо заполнить графу обоснования, например, не подпадает под действие ДОПОГБ в соответствии с требованиями специального положения 598 главы 3.3 Далее, если нет возможности взвесить для правильного определения веса, вам необходимо руководствоваться техническими каталогами фирм-производителей, в которых содержатся основные характеристики и параметры ртуц содержащих ламп. Далее, в карточке заявки отражается тариф, общая стоимость заявки, требуемая предоплата, статус предоплаты и дата предоплаты. Вы сохраняете, просматриваете, сохраняете данную заявку и отправляете на рассмотрение федеральному оператору. При наличии замечаний к заявке федеральный оператор отклоняет заявку опять же с указанием причины отклонения. Комментарий вы увидите по правую сторону. Здесь же вы увидите фамилия, имя, отчество и контакт на телефон ответственного должностного лица оператора отклонившего заявку. Далее, ваша заявка после рассмотрения переходит в статус ожидается предоплата. Здесь необходимо оплатить аванс за услуги обращения с отходами по данной заявке в размере 30%. В случае просрочки оплаты аванса статус заявки меняется на выделенном красным цветом предоплата просрочена. В статусе предоплата просрочена заявка будет находиться до момента внесения аванса или срочки предоплаты согласованной федеральным оператором. После этого, как вы внесли предоплату, федеральный оператор производит анализ заявки и выбирает исполнителей для выполнения заявки на обращение с отходами. В процессе работы по заявке происходит изменение ее статуса в соответствии со статусной моделью заявок на вывоз отходов. По правую сторону вы здесь можете обратить внимание, отслеживать. При получении заявкой на обращение с отходами статус заказ сформирован, появляется у вас возможность скачать QR-код. вы распечатываете в формате А4, затем вкладываете в файл мультифору и прикрепляете с помощью скотча к каждому грузовому месту. Затем у вас появляется статус «Ожидает назначение даты транспортирования». Ожидается подтверждение даты транспортирования в блоке вот здесь заходим в саму заявку и в блоке о погрузке данной о погрузке отходов вы увидите, что здесь проставлена дата прибытия погрузки предложенной транспортной организации. Здесь же можно ознакомиться с данными об ожидаемом транспортном средстве и контактными данными транспортной организации. Необходимо вам согласовать или отклонить дату прибытия транспортного средства, нажав на кнопку «Принять» или «Отклонить». Если вы принимаете заявку, то статус заказа изменяется на статус транспортирования. После этого в моих заказах вы можете отследить, когда к вам приезжает транспортировщик, то есть когда он приехал в период приема-передачи отходов транспортировщику, с помощью УКЭП уполномоченным лицом подписывается акт приемки-передачи при наличии соответствующих полномочий, удостоверенных доверенностью. Далее, здесь же отходообразователь передает отходы в согласованные с оператором по транспортированию день вывоза, при этом он передает копию паспорта отходов и доверенность на сотрудника организации. Осуществляет погрузку отходов транспортное средство федерального оператора для их транспортирования. А оператор по транспортированию передает транспортную накладную, то есть происходит обмен документами. Доверенность должна быть оформлена в свободной форме. Возьмите доверенность на подписание первичных бухгалтерских документов. Доверенность должна быть выдана от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на этом в соответствии с законами и учредительными документами. В доверенности должна содержаться следующая информация. Наименование организации, выдавшей доверенность, и нынэн организации, в лице кого, на основании чего осуществляет деятельность уполномоченная лицу от имени организации, Доверитель. Информация о лице, лицах, кому доверяют. Должность, ФИО, паспортные данные. Доверенное лицо, либо доверенные лица. Перечень действий, которые доверенное лицо, доверенные лица могут совершать в тыми организации, это Передавать ОПВК оператору по транспортированию, назначенному в ГИС ОПВК. ОПВК – это отходы первых и вторых классов опасности. Подписывать документы, транспортные накладные, акты приема-передачи и акты об оказании услуг по обращению с отходами первых и вторых классов опасности, если подписывает УКЭП в ГИС ОПВК. Доверенность должна быть подписана доверенным лицом, либо доверенными лицами и руководителем, или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами. Доверенность должна быть заверена печатью организации при наличии. Данная доверенность необходима для подписания оригиналов документов. Доверенность для работы в ГИС ОПВК не подходит, так как она уполномачивает лицо для работы только в системе и подписания документов посредством УКЭП. Это я имела в виду доверенность, которая находится на стартовой странице в ГИС ОПВК. Далее. Здесь предусмотрены следующие статусы заказа в системе, которые вы можете просмотреть по правой стороне. После того, как ваш отход находится в статусе транспортирования, он уехал, потом вы наблюдаете за следующими статусами. Это ожидает проверки отходов, проверка ФЭО, ожидает подписания руководителя. Обращу еще раз внимание, акт приемки передачи вы подписали, когда у вас был статус ожидает подписания отхода образователя. После того, как вы увидите, что акт об оказании услуг подписан Федеральным оператором, у вас выйдет статус подписания отхода образователя. Вам необходим же акт об оказании услуг. Вы его подписываете и после этого переходит в статус ожидает оплаты. Оплачиваете и заказ выполнен. Федеральный оператор присылает вам с помощью электронного документа оборота. Мы работаем в системе контур-диадок. Закрывающие документы, это счет фактура, высылает с помощью этой системы. И также ежеквартально высылаются акты сверки работ. В принципе, заказ выполнен. И здесь мы подходим к концу. Также хочется отметить, что оператор по переработке при поступлении УПВК для цели обращения осуществляет проверку отходов на предмет их соответствия отходам, заявленным в заявке и паспорте отходов. И принимает их для оказания услуги путем подписания акта приема-передачи отходов. При выявлении несоответствия передаваемых отходов оператор по переработке посредством функционалов ГИСУ ПВК направляет федеральному оператору акт возврата отходов с указанием причин возврата и приложением документов, подтверждающих факт несоответствия, в том числе данных под фиксацией. Допустимая погрешность по массе, невлекущая изменение стоимости услуг, составляет при массе до 1 тонны допустимая погрешность плюс-минус 5%, от 1 до 5 тонн допустимая погрешность плюс-минус 3%, свыше 5 тонн допустимая погрешность плюс-минус 1,5%. Благодарим за внимание. Мы подошли к концу вебинара. До свидания.